Всем привет, войны света и тьмы! С вами ArtRadio, он же Сибилла Гадслэйр, и в сегодняшнем ролике я хочу с вами поговорить, угадать и про что. Вчера произошла офигенная тема, когда грузы гражданков был завершен, лотерея была завершена. Я думаю, вы знаете, о чем я хочу с вами поговорить. Постараюсь недолго, но не обещаю. В общем, ситуация довольно-таки забавная. Как вы знаете, с релизом патча 6.1 была введена новая система покупки плотов. Ранее вы подходили к плакарду, нажимали на него, собственно говоря, кучу-кучу-кучу раз и пытались его купить. До этого вообще было все проще, приходите, покупаете и все, никаких проблем нет, никаких очередей, ничего вообще. То есть дома были доступны. Но, соответственно, с вот этим всем хайпом, который был у Финалки летом и продолжался до конца, примерно вот января-февраля, сейчас все подутихло, попроще стало. Ввели новую систему, систему лотереи, потому что домов свободных нет и надо как-то новые дома продавать правильно. Людей, как говорится, есть, которые хотят приобрести эти дома. ФК-шки, индивидуальные платы и так далее, и так далее. То есть спрос есть, но предложения мало. И, соответственно, разработчики, науки, ушида и его вся команда решили внести новую систему лотереи. То есть вы приходите к плакарду в определенный период времени, регистрируетесь, вносите энную сумму денег в зависимости от размера земельного участка и ждете на протяжении 4-5 дней, когда, соответственно, лотерея закончится. И будет, получается, потом период результатов. Сегодня у нас 17 число, 16 апреля, соответственно, результаты уже были в 6 часов вечера. Но произошла какая ситуация? Когда вот мы с ребятами находились на том участке, на котором мы ставили денежку, 50 миллионов, я смотрю то, что, ну, поставил еще какой-то человек. То есть мы были одни. Я такой, типа, ну, блин, это 100% шанс, мы выиграем, охренеть, как круто будет. Но по итогу, как мы узнали то, что далее произошло, это было прям очень весело. Ребята, которые в чате там общались, на, собственно говоря, в Империуме, в этом, получается, жилом районе, у кого, собственно говоря, был один только билет поставлен на один участок, и больше никто в нем не участвовал, всегда выигрывал первый номер со списка по большей части. То есть 0 в данном случае. И, понятное дело, что номера, ни у кого билета под номером 0 не было, и все деньги возвращались. Поэтому, если вот даже вот сейчас зайдете и посмотрите по количеству проданных, получается, земельных участков, то, что увидите, по большей части это у нас. Ну, как бы, часть домов была не продана просто из-за того, что там был выигрышный номер 0. И деньги возвращались, соответственно, игрокам. С этой проблемой кучу людей просто пошли, естественно, бомбить форму. И, Ишида, почему так произошло? В чем прикол? Что вы там делали? Вы же эту систему тестировали очень долго. То есть с релизом патча 6.0 они сразу сказали, что будет новая система лотереи. Они сказали, что мы ее тестировали. Мы ее тестировали в своем штабе среди разработчиков. Но, по итогу, надо было это тестировать, понятное дело, как-то в бета-версии. Хотя бы назвать эту лотерею в бета-версии. Если она не детестирована, если какие-то утечки, вот такие вот приколы, увы, возникают. Но, как говорится, выкатили и окей, получили, что получили. И кто участвовал, например, там было 2 человека, 3-4 больше. И, естественно, там все хорошо. То есть мы вчера, без каких-либо проблем, у нас, получается, на нашем участке, точнее, было 2 человека. И каким-то чудом выиграли мы первый номер. За что, ребята, огромное спасибо. Да, у нас теперь есть огромный плод. Кто участвовал в нем, кто вложил денежку. Еще раз, ребята, вам огромное спасибо за вашу поддержку. Теперь у нашей ФК есть большой дом в Ишгарде. И в ближайшее время мы точно переезжать не собираемся. Но Ишгард, опять же, я говорю, что такая, знаете, серая пасмурная погода. Всегда хотелось бы какой-нибудь шараган. А может быть, в будущем еще что-нибудь добавит новое. Пока не знаю, посмотрим. Если что, в случае чего будет возможность, мы переедем обязательно. Ситуация, в общем, такая, неоднозначная. Естественно, многие люди начали бомбить, жаловаться. Ну, типа, блин, мы ждали, мы копили деньги и по итогу бра. То есть это относится к индивидуальным платам и к ФК-шным платам. Соответственно, не важно. В любом случае, деньги возвращались. На следующий день, даже вчера, да, вчера, получается, в 7.25, выложили, получается, разработчики у нас небольшие, соответственно, вот такие вот срочные новости. О том, что они в курсе этой проблемы. И большое количество от игроков поступают как раз-таки тех запросов, связанных с тем, что они видят сообщение, что выиграл номер 0. Вам повезет в следующий раз, ребята. И типа говорится о том, что нет никаких вообще игроков. И вам предлагают забрать деньги. И, соответственно, как бы с этой проблемой они пытаются сейчас и работать. Немного попозже, спустя 3 часа, подключается батя в здание и говорит то, что здорово, ребята, это Ноки Шида, продюсер и директор Final Fantasy XIV. И, как естественно, опять и как и всегда, он извиняется, получается, перед всем сообществом по поводу того, что произошла такая ситуация с лотереей. Ну, естественно, он хочет как-то объяснить и рассказать, почему это произошло, из-за чего вообще это дело все так, понятное дело, не сработало. Вкратце, он понимает то, что это система общего плана, и они постараются ее сейчас как бы в приоритете решить максимально быстро, в отличие от других проблем, которые сейчас есть в игре, но всякие-то микробаги, которые особо в глазу не будут заметны. И они сейчас пытаются решить эту проблему на уровне программной. Проблема, потому что в данном случае, скорее всего, просто алгоритм срабатывания участников при одном человеке работал неверно, и он всегда откатывал число выигрышного билета назад. То есть, если у тебя один, то ты ноль, если ты два, то ты один. То есть, примерно так люди на форуме это обсуждали и говорили. И, соответственно, насчет этой системы они попытаются сейчас как-то этот алгоритм переделать, и, скорее всего, он просто был выложен в недоработанном виде, хотя, опять же, я еще договорил, что они все это дело тестировали. И, соответственно, с этой проблемой они будут оповещать дальше все это дело. И, понятное дело, что люди, которые, ну, ставили деньги, они их получили обратно, но дома они не получат. И как-то поощрять игроков, скорее всего, не будут. Но, я думаю, может, какую-то там плюшку потом подгонят. Ну, вряд ли. Потому что это не массовая проблема на уровне закрытия некоторых серверов, как это было с релизом Endwalker, если помните, когда люди просто не могли зайти в игру. И, соответственно, с этим, опять же, вся команда, естественно, извиняется за то, что такое произошло. И они будут сейчас очень хорошо сосредоточены на решении этой проблемы. Когда она будет решена, и точных пока что, увы, дат нет. И, в соответствии с этим, результаты должны были закончиться 20 апреля в 7.59. Немного Яшида, соответственно, его команда возьмут эту дату, будут продлевать. То есть, пока эту проблему не решат. Поэтому с циклом следующей лотереи пока ничего не ясно. Надо будет ждать, ребята, смотреть. Поэтому, кто ставил, я надеюсь, что в будущем, ну, в будущем получается цикль. У вас все получится, и вы сможете выиграть свой домик. Ну, и опять же, разработчики извиняются еще раз перед всеми игроками, что произошел такой аццендент. На самом деле, это бывает. Обидно, конечно. Очень жалко, что так произошло. Была бы бета-версия, было бы хорошо. То есть, никаких, как говорится, ко мне бы не кидали в сторону разработчиков. Ну, так как это релизная версия, не подписано, что это бета-версия лотереи. Как, например, с Adventure Plates, да. То были бы совсем другие результаты, и были бы совсем другие отзывы на форумах. На этом, ребят, все. Надеюсь, что ролик вас немного осветил про эту проблему, в случае чего, если вы вдруг что-то не знали. Не забывайте вступать в Discord, на мой сервер. Не забывайте переходить на Twitch. Я там каждый день плюс-минус стараюсь стримить. Сейчас мы потихоньку пытаемся формировать свой первый статик. Это довольно-таки круто. В скором времени вы все узнаете. Будем рейдить в определенные дни. Будет интересно. Будем проходить актуальный контент. В данном случае это Асфаделос, круги Асфаделоса. Он же Panda Imonium. Будем проходить все актуальные экстримы. Ну и, конечно же, новый Unreal, новый Ultimate. Ну и старый Ultimate никто не запрещал нам проходить. Потому что там Unsink нет. Будем проходить это все на правильном, как говорится, синке. И получать очень вкусные награды. Будет больно, будет интересно. Но зато очень круто. А это классный экспириенс. И... Бесмайл и хэппи, май фрэндс. Увидимся с вами на просторах ARCA. Редактор субтитров А.Семкин